Всем привет! Сегодня я буду распаковывать посылочку, в которую я только что забрал у курьера и в которой, по моим ожиданиям, должна находиться новая зарядка от X-Star, которая называется Dragon DP4+. Так, приступаем к распаковке. Фирменный пакет от DHL, в котором находится еще один противоударный кулек. Аккуратно попробую, или, может, не очень, раскрыть этот кулечек. Да, похоже, действительно, ожидания меня не обманули. Здесь находится, ой, так давно ожидаемая мною зарядочка. Вот такая вот довольно немаленькая коробочка, на которой вот написаны ее основные функции. Сзади нарисованы способы ее применения. Это зарядка литий-полимерной батареи из трех элементов на 11,1 Вольта. А здесь измерение внутреннего сопротивления аккумуляторов. Ближе поднесу ее спецификации. Вот, постараюсь сфокусироваться. Ну, также фотографии будут в текстовом обзоре. Ссылка на которые будет ниже под этим видео. Так, первое открытие коробки. Я сам еще не видел, что там внутри. Что же здесь есть? Смотрим. Вот такой у нас пакет. Вот такой переносной пакет. Сумка, можно сказать. С надписью логотипом X-Star. С молнией, двойной собачкой практически по всем самым периметрам. Вернее, по трем четвертям. Так, смотрим, что у нас в комплекте. В карманах. Щупы. Это у нас автомобильный адаптер питания. Щупы, я так понимаю, судя по картинкам, это для измерения внутреннего сопротивления батареи. Блок питания от 220 с китайской вилкой. Так, переходничок вложен в комплект. Ничего дополнительно покупать не надо. Дальше это у нас гарантийный талон. Инструкция на китайском языке. Отбрасываем ее в сторону. И сама зарядка. Так, здесь больше ничего нет. Вот такая она у нас зарядка. Довольно большая, надо сказать. Вот у нас ее параметры, характеристики. Так, с этой стороны у нас вход питания. Это у нас, я так понимаю, вход для щупов сопротивления. СМАРТ-зарядка 5 Вольт. Это для питания литий-полимерного аккумулятора трехэлементного. Сейчас попробуем включить. У нас такая синяя подсветочка загорелась и пропала. Небольшие технические трудности. Отошел контакт. Вот так у нас светится X-Star на синем фоне белыми цифрами. Для эксперимента возьмем литий-ионный аккумулятор НЦР18650. Ставим его в третий слот. Так, вот он определился. Аккумулятор полностью разряжен. Сразу же автоматически начал процесс заряда начался. Показывает количество мАч, сколько залит. Это ток заряда 1 А. Здесь у нас можно включить, выключить подсветку дисплея. Так, понятно. Сейчас возьмем еще один аккумулятор. Проверим его внутреннее сопротивление. Щупы. Значит, здесь у нас вот... Сейчас попробую сфокусироваться на видео. Вот такие у нас контакты. Они подпружиненные. Второй точно так же. Фокусируемся. Здесь у нас USB разъем. Сейчас подключим, посмотрим, что из этого выйдет. Я немножко поменял расположение зарядки, чтобы было лучше видно. Сейчас я подключу щупы. И сейчас попробуем проверить... Ой, я не той стороны поставил. Черный это минус, красный это плюс. Проверяем. Так. 4,16 В напряжение. 40 мОм внутреннее сопротивление аккумулятора. Вот так это работает. Теперь 33. Нажмем чуть-чуть сильнее. 31. 30. Уменьшается. В любом случае, аккумулятор новый. Собственно говоря, он новый есть. Вот так он заряжается. Так, теперь попробуем подключить вот такой литий-полимерный аккумулятор с тремя банками, который как раз имеет подходящий разъем. Вот у нас загорелся индикатор 3D-PIC. 3D-PAC. Ну, я так понимаю, это идет заряд. Больше ничего мы не видим. Так, что еще хотелось бы сказать? Кнопки какие у нас есть. Здесь у нас есть current. Изменяем ток заряда. Сейчас он у нас между 1 А и половиной. Если мы отключим эту зарядочку. Этот аккумулятор все равно, видимо, запомнила зарядка. Сейчас мы попробуем ее перегрузить. Она должна заряжать у нас током до 2 А. По умолчанию, вот, включила заряд 1 А. По 1 А. Так, большим зарядом он у нас здесь не хочет заряжать. Ну, ладно, будем разбираться дальше. Да, вот, наверное, друзья. Переставил аккумулятор в первый. Все правильно, видите? Если присмотреться внимательно. Вот, здесь на разъеме 1. Так, чтобы было видно, написано ток 0,5 А, 1 А и 2. На втором 0,5 А. На третьем половинка и А. И на четвертом тоже до 2 А. Аккумулятор может заряжаться током в 2 А, только находясь либо в первом, либо в четвертом слоте. Инструкция на китайском. Приходится разбираться так. Вот. Да, еще один интересный нюанс по поводу замера внутреннего сопротивления. Также обнаружил его в ходе работы. Берем аккумулятор. Попробуем подключить. И ничего не происходит. Меняем полярность. Видите? Сразу сработал режим. И теперь происходит замер. То есть сначала подключаем неправильно, потом подключаем правильно. И так оно работает. Чем это связано, пока сказать не могу. Но вот таким образом я обнаружил такую вот багу. Двойным кликом переходим вот в режим. Заряды там, где показывает, сколько у нас сейчас процесс нашего заряда. Так, что бы еще я хотел бы показать. Это одновременный заряд литий-иона и никель-кадмия. Он показывает состояние слотов 1,4 литий-ион. Нажав, вот включилась подсветка. Еще раз. Второй и третий канал. Это у нас никель-кадмия. Ток заряда снизился до 0,5 ампера. Можно поднять до 1 ампера. Либо опять опустить до 0,5 ампера. Также можно измерить внутреннее сопротивление и никель-кадмия. Точно так же активируем сначала неправильно. Плюс на минус, минус амплюс. Потом правильно подключаем. Вот. Дин 29 вольта. Сопротивление никель-кадмия он не показывает. Только напряжение. Полностью заряженный. Ну да, в принципе он полностью заряженный и есть. Для полноты картины. Вот так. Тоже заряжается и добавим. Все. Заряжает по всем слотам. Ну и осталось еще проверить, что он выдает на USB режиме. Также у нас здесь есть кнопочка RECORD TEST. С этим я, наверное, буду разбираться в следующем обзоре. Пока не совсем понятно. Наверное, придется либо искать инструкцию, либо переводить каким-то образом китайскую. Пока я проведу еще тест выхода USB порта. На этом наш экспресс-обзор. Распаковку будем считать законченным. Так, я не вынимал из заряда аккумуляторы. Просто вставил в разъем USB, который отмечен максимум на 2 ампера. USB тестер и нагрузку. Начнем увеличивать ток. Так, видимо, уже добрались 1,2. Так, уже почти 2 ампера. Просадка, конечно, есть, но в пределах нормы. Так, дальше 2,40, 2,45. Даже до 2,5 у нас 2,62. Все равно в пределах нормы. В принципе, вряд ли в реальной жизни какой-то из гаджетов будет потреблять более 2,5 ампер. Поэтому при заряде аккумуляторов одновременно заряде вот таких аккумуляторов, что будет весьма полезным для владельцев радиоуправляемых моделей. Мне так, например, будет очень удобно, потому что этот аккумулятор от машинки мне приходится заряжать, специально доставать до этого iMax B6 Mini. В принципе, больше ни для чего я его уже не использую. А так этой зарядочкой можно. И заряжать, например, свой телефон. На этом спасибо за внимание. Текстовый обзор будет по мере готовности в ссылке внизу. Я буду далее разбираться с всеми возможностями и функциями этой зарядки, о чем, конечно, я вам и расскажу в своих следующих обзорах. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok